В Игнатьевском сельском поселении состоялся очередной сход, в котором приняли участие глава администрации района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, руководители управления и ведомства района, а также представители правоохранительных органов. Мероприятие началось с отчета главы сельского поселения. Герман Хаджиев подробно рассказал о проведенных мероприятиях в текущем году и о планах на будущее, включающих реконструкцию моста, благоустройство детской спортивной площадки и строительство ФАПа. Администрация сельского поселения проведена следующая работа. Материальная помощь главы – 10 тысяч рублей, материальная помощь мобилизованных и их семьи – 55 тысяч рублей, противоклещевая обработка пазмича на сумму 21,5 тысяч рублей, техобслуживание газового оборудования – 20 тысяч 100 рублей, баннер на въезде в хуторе наглядный материал – 12 тысяч 400 рублей, отделение оленей памяти Туи – 12 тысяч 600 рублей, ремонт автомобильного моста улицы Горького – 220 тысяч рублей, кабинет участкового ремонт – 75 тысяч рублей, из средств дорожного фонда уборка общественной территории по договору – 237,5 тысяч рублей, оплата уличного освещения – 85 тысяч 200 рублей, ремонт гравильных дорог – 169 тысяч 600 рублей. В рамках программы инициативного бюджетирования реализован проект по благоустройству территории вокруг мини-футбольного поля на сумму 2,372,900 рублей, в том числе 1,952,900 рублей субсидия от бюджета Республики Адыгея, 320,000 рублей из бюджета Игнатьского сельского поселения, 100,000 рублей за счет участия населения в субфинансировании проекта. Всего софинансирования проекта благоустройства территории приняло участие 132 домовладения, собрана сумма 127,200 рублей. Огромное спасибо тем людям, домовладениям, которые приняли участие в этом мероприятии. Программа инициативного бюджетирования будет действовать и в следующем году. Если максимальная сумма субсидий в бюджета Республики Адыгея в отчетном году была 2 миллиона рублей, то на следующий год она уже увеличена до 3 миллионов. Если мы вновь примем участие в этой программе, то в рамках этой же суммы мы можем благоустроить еще часть запланированной территории. Сегодня газифицированных домов в Кутере на начало года оставалось 141. За отчетный год в рамках программы социальной газификации распределительный газопровод подведен к домовладениям по улице Садовая, Советская, Титова, Кириллок-Ленина, к оставшейся части улицы Ленина. В завершении своего выступления глава поселения выразил свою благодарность землякам, предпринимателям и депутатам за оказанную поддержку и внимание к проблемам муниципалитета. С докладом выступил и участково-полномоченной полиции Хазрет Кашоков, который подробно рассказал о криминогенной обстановке в сельском поселении. С начала 2023 год на обслуживанную административную участку и оперативная обстановка остается стабильным. Всего на правообладательском учете административному участку номер 66 сострей граждан условно осужден 1 человек, ранее судимых 7, наркоманов 0, хронических алкоголиков 0, административный надзор 1 человек, формально подпадающих под административный надзор 1 человек, семейные дебоши 0, лиц, страдающих психическими расстройствами 2 человек и совершеннедествующих на учете 2 и благополученных родителей 1 человек, лица, привлекающие к ответственности по статье 264 1 человека. На территории населения сельского бассейна проживает лица, владеющим обеспечением оружия в количестве 24 человек. За отчетный период совершено 8 преступлений по состоянию на 07.11.2023 год, по которым были установлены лица, совершившие преступления. Выявлено в 2023 году 27 правонарушений различных составов, в том числе по линии службы УП-30 протоколов. За отчетный период вновь было рассмотрено 69 материалов, зарегистрировано в УСПА одно обращение, по которому принято решение в соответствии с действующим законодательством с уведомлением заинтересованных лиц. Подобляющее количество совершенных преступлений на обслуживаемой территории относятся к категории имущественной. С учетом складывающейся оперативной обстановки и ее стабилизации, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подучетным континентом, в котором на обслуженном участке проживают ранее судимых всем. Условно осужденных одно лицо, страдающих наркологической зависимости у нас нет, страдающих психологическими заболеваниями двое, стоящих на учете в ВПД и совершилетних двое. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживании на обслуживаемом участке проводились следующие мероприятия – операции «Быдь алкоголь», в ходе которых проводились профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений в социальной и бытовой сфере. В ходе схода жители высказали свои заботы, относящиеся к санитарному состоянию населенных пунктов, безнадзорности собак, проблемам с электроснабжением и другим актуальным вопросам. Глава районной администрации дал несколько поручений ответственным лицам для решения отмеченных проблем в кратчайшие сроки.